Продолжение следует... 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 вас приветствует старший хранитель кармы по своему статусу он приравнивается к божеству он будет готов ответить на все серьезные вопросы и связанные с этими вопросами действия которые могут быть осуществлены будут осуществлены мгновенно у него есть на это полномочия но он рад приветствовать те кто собрался и готов ответить на вопросы лично есть ли у меня в жизни предназначение и каково он отвечает на серьезные вопросы и отвечать будет очень серьезно твое предназначение стать богочеловеком независимо от того что ты пришла в женском теле это ничего не меняет свое предназначение стать богочеловеком серьезный ответ на как он предполагает на серьезный вопрос ты хочешь говорить о деталях то он будет говорить так что это будет касаться глубоко личных вещей. Если готовы это выслушать в данном формате, то он готов ответить. Нам надо говорить, потому что время дурак. Если это возможно, сказать поточнее личное значение. Он говорит, что лично твоя задача на данный момент, теперь это будет как проверка, вырастить детей принципиально другого уровня развития. То есть только вложить в них качество, умение, чтобы выросли дети нового поколения, нового уровня знания, нового уровня восприятия действительности. Чтобы выросли люди нового века, то есть несколько детей, твое предназначение вырастить, чтобы вырастить, тебе само придется серьезно подняться. Он говорит, что не имеет значения твой возраст, если ты считаешь, что это какой-то тормоз или сложное условие. Он говорит, что он существо с большими полномочиями, знаниями, он может сказать важные вещи. Он говорит, что это программа максимум. По программе максимум ты должна быть бога-человеком. Более четко это означает, что набранный тобой потенциал высокий позволит тебе с чьей-то помощью, либо без чьей-то помощи, вырастить детей нового уровня развития, ну, предположим, трех или четырех. Почему это сделать из душевного порыва, а не из-под палки, и не потому, что кто-то это сказал. Он говорит, что тебе потребуется очень большая самоотверженность. Это, говорит, твоя программа максимум. Он говорит, в этом формате он отвечает на твой вопрос. Ответы на вопросы будут даваться только с очень высокого уровня понимания, то есть он не будет ковыряться в мелочах. Он считает, что он ответил тебе на данный вопрос. Если он хочет уточнить что-то значимое, он готов уточнить. Если у тебя есть что-то значимое, что ты не понял. Это будут мои собственные дети или это чужие? Он говорит, принципиально не имеет значения, чьих детей ты выращиваешь. Они должны быть последовательны твоей расы и твоей генетики, то есть генетиками твоего рода. И именно твои усилия в данном направлении должны быть следствием их развития. То есть ты должна вносить в это очень большой вклад. Он говорит, не имеет значения вырастишь ты волшебное дерево на своем огороде или на огороде соседа. Важно, что это дерево будет жить и будет этот мир превращать в планету иного качества. Он говорит, что своих детей воспитать легче, чем чужих. Он хочет добавить, что когда ты становишься на такой путь, что касается тебя, тебе помогут там сверху. Что влечет убийство безнадежно больного животного? Ты попадешь в точно такую же ситуацию, только с человеческого разреза. В тебе что-то будет убиваться. Убивать тогда, когда в тяжелом состоянии тебя будет сложно, предположим, лечить. У тебя будет что-то, что будет находиться в тяжелой форме. Это может касаться и здоровья, и судьбы, и чего-то, что тебе дорого. И это не будут восстанавливать, а это будет умечтвлять. Говорит, карма может возвращаться к человеку любым образом. Ты из этого несешь частичную карму, и, соответственно, частично это будет в отношении к тебе происходить. Поскольку ты это делаешь не чисто со своей воли, а с подачи тех людей, которые принимают решения. Он говорит, что ты, как он понимает, принимаешь не первое решение в данном вопросе. Он говорит, что сейчас не нужно оправдываться, и он пришел, чтобы что-то для вас прояснить и раскрыть. Он хранитель кармы, но он не пришел сейчас воздавать. Воздаяние будет тогда, когда этому придет время. То есть время суда – это время суда. То есть время справедливого суда. Сейчас не время суда. Как мне изменить уже то, что сделано? Ты кого-то лишила жизни, дай кому-то возможность эту жизнь начать. То есть если ты что-то закрыла, можно что-то открыть. Если ты что-то утопила, можно что-то спасти. Если ты что-то срубила, можно посадить. Компенсирую это количеством, качеством. Он говорит, что качество может компенсировать количество. Если ты срубила несколько маленьких ростков, можно несколько маленьких ростков вырастить одно большое дерево. Соответственно, то есть количество и качество. Тогда, когда количеством вопрос не решить, можно решить качеством. Принципиально на кармическом уровне значения это не имеет. Сделанному действию соотносится действие противоположного качества, и она полностью стирает карму. При внутреннем, целенаправленном, искреннем отношении это закрепляется. То есть, когда человек делает это не со страха, а из внутренней позиции, из внутреннего выбора, тогда мы к человеку относимся серьезно и какие-то там полуграни можем стирать. Спасибо. То, чем я сегодня занимаюсь, я думаю, что это мое предназначение. Правильно ли я это понял? Он говорит, что то, что ты делаешь, надо переводить на принципиально другой уровень. Можно помогать людям так, что будет больше вреда, чем помощи. И можно людям мешать жить, но фактически помогать им в развитии. Это очень тонкий вопрос и в данном формате он полностью раскрывать не будет. Но он даст общие ключевые понятия. Он говорит, что ты должен выйти принципиально на другой уровень помощи людям. Ты можешь общее направление ставить, но ты должен вырасти в своем уровне даже на порядке. То есть, сейчас то, что ты делаешь, нужно вводить на новый уровень. И над этим придется много работать. Он говорит, что если у тебя есть потенциал к этому, и ты выбрал данное место, данных людей, данную технологию, это твое право, твое право уважается, в твоем праве помогать людям тебе будет оказываться помощь. Но что касается твоей кармы, в высшем смысле слова, тебе стоит подняться с уровня детского сада до уровня настоящего мастера. Сейчас уровень работы, он говорит, с точки зрения высокой позиции, это уровень ребенка, который научился сам себя обслуживать. Что мне для этого нужно сделать и где мне взять какие-то методики для перехода на более другой уровень? Он говорит, что методики к тебе придут, надо поставить задачу, есть для этого ангел-хранитель, есть специальные сущности, которые, как ты слышал, их называют ведущими. Как только ты ставишь такую задачу, можно призвать к себе ведущего, и появляется сущность, которая поможет эти традиции не просто взять, ну то есть найти, принять, увидеть и правильно им обучиться. Он говорит, что это возможно при серьезном развитии психическом, духовном, физическом, энергетическом, и в это нужно будет вложить очень много сил. То, что ты вкладывал сейчас, это еще соразмерно очень маленькое количество. При этом тебе придется жить, поддерживать семью, социальный статус, делать все социальные вещи. Те, кто уходят в монастыри, им в этом плане проще. Ты живешь в социуме, тебе будет сложнее. То есть ты сейчас должен будешь жить на принципиально других скоростях, оборотах, чтобы этого добиться. Если ты этого захочешь и будешь к этому стремиться, тебе помогут, и у тебя есть все шансы к этому прийти. То есть ты выполнишь эту работу, ты станешь человеком с именем. То есть тебя будут знать, как некого значимого человека. Вот до этого уровня нужно доходить. То есть то, что ты делаешь сейчас, это помощь ребенка, который себя может обслуживать, другому ребенку, который в состоянии только сидеть или лежать. То есть он говорит, вот если это расценивать, как ваши человеческие отношения, то вот с этого уровня тебе необходимо перейти на этот уровень. То есть тебе кардинально придется перестроить многие вещи и многие системы. То есть для этого у тебя есть ресурс, для этого у тебя есть принципиальное понимание. Сами технологии и традиции придут. Твое волевое решение к их поиску будет отправной точкой. Тебе придется много чего отказываться и много чего в тебе переделывать. Не бойся перемен. Ищи только самое лучшее, самое разумное и самое совершенное. Тебе придется проводить множество экспериментов. Некоторые из них будут относительно опасны с точки зрения твоего теперешней жизни. Но эта опасность будет связана с практикой той или иной технологии. Некоторые совершенные технологии предусматривают очень серьезную работу, связанную с набором и использованием большого количества энергии, большого, какого-то сложного, какого-то очень совершенного технологического качества и очень серьезной концентрации. Если ты сейчас шел пешком, сейчас медленно, то теперь тебе придется активно бежать, причем очень тонко контролируя свое дыхание и контролируя свою энергию. Сейчас твоя задача – переход в новое качество. От ребенка, который себя ослуживает, до совершенного мастера, который выполняет вещи легким прикосновением руки, когда значимое действие делается легким прикосновением руки. Для этого во все, что ты делаешь, придется вкладывать максимум старания. Причем тебе придется это делать так, чтобы ты не слишком израсходовал внутренний ресурс, как душевный, так психический, физический. То есть тебе придется научиться там, где ты раньше едва шел, научиться, придется быстро бегать. Он говорит, тебе помогут, поставив задачу, тебе помогут. Придут люди, технологии, работать придется много, но ты все это можешь сделать. Он видит твою ситуацию, понимает ситуацию, и он, возможно, даже примет решение, где ты как-то сейчас внутреннюю работу сделаешь, дать тебе какой-то специальный кармический статус, исходя из его полномочий. Хорошо, благодарю. Я приветствую. У моей сестры больной ребенок. Что нужно ей осмыслить, чтобы изменить ситуацию? У нее любовь в душе катастрофически на низком уровне. У ребенка. Это проблема ребенка. А мать не способна дать ей эту энергию. Заботиться о ребенке – это научиться его гармонично воспринимать действительность, гармонично относиться к миру, к Богу, к людям. У ребенка это катастрофически низкий уровень. То есть уровень на грани катастрофической опасности. Он говорит, что сама мать ей не поможет. Тут нужен священник с высоким уровнем духовности и большим количеством любви в душе. Такого ребенка родители собственным потенциалом не вытащат. Он говорит, что хранитель кармы. Он видит потенциал. Он говорит, что исправить ситуацию можно быстро. Пока он маленький, он может изменить. Он считает, что ребенок маленький. Можно изменить все до разумной нормы. Но он говорит, что усилие придется сделать очень большое, титаническое. И сама мать, и своего потенциала, и отец, они не справятся. Он не видит в них таких сил. Нужна помощь извне. А для них этот ребенок – это какая-то кармическая ситуация? Он говорит, что нет, бывает рожденных детей без кармической ситуации. Это в принципе невозможно. А почему у них такой ребенок родился? Любовь в душе, во-первых, у него была недостаточная. Во-вторых, они иногда подменяют понятие духовности на понятие выгодности. Им подсунули ребенка, который заставит их понятие душевности и любви ставить на первое место. У них прерогатива посла не в нужное русло. Им показали, к чему приводит такая позиция. Каковы рекомендации для моего дальнейшего развития? Он говорит, если ты хочешь отработать свою карму, а твою карму обуславливает то окружение, в котором ты живешь, то, что ты в прошлой жизни разрушал, разграбливал, и тебе придется восстановить. Он говорит, он может тебе дать личный совет на публику. Хочешь его услышать? Он говорит, создай на своей территории свой собственный успешный колхоз. Он говорит, общими понятиями. И создай как себя успешное гармоничное общество. Развей свои личные качества и на личной качестве создай эту площадку. Он говорит, ты можешь привлекать друзей, спонсоров, технологии. То есть, за счет твоей личной воли и за счет своего личного характера. Как только ты сождаешь в себя работающую систему, он говорит, я сниму с тебя большую значимую часть кармы. И ты теоретически сможешь переехать в любое место на земле и там дальше самовыражаться. Он говорит, ты это можешь делать, конечно, в любой точке, но отработать карму тебе будет легче там, где ты живешь. Он говорит, производи что-то естественное для людей и вокруг себя собери людей, исходя из того, что уже есть. Он говорит, это твоя карма, это твоя возможность и в какой-то смысле твой долг. Он говорит, что ни на что пенять нельзя, ни на что нельзя ругать, никого нельзя ругать, вся ситуация, которая вокруг тебя, это отражение того, что было сделано тобой в прошлой жизни. Благодарю. А каково мое предназначение в этой жизни? Он уже предупреждал, и он говорит, что ответы на вопрос задаются глобально. Он говорит, что ты должна в своей жизни стать, он говорит, в первую очередь стать хозяйкой своей жизни, во-вторых, научиться создавать что-то очень ценное. То есть душевное, душе ценное для тебя, ценное для людей. То есть ты должна превратиться из серенькой маленькой курочки во что-то, что создает что-то особенное. И с точки зрения кармы прекрасно. Тебе нужно научиться стать совершенным мастером, производящим какую-то ценность. Он говорит, есть такое у вас на Востоке понятие, это монах, держащий в руках драгоценности. Эту драгоценность он создал сам. Тебе нужно научиться создавать драгоценности. Он говорит в эзотерическом смысле своего слова. То есть то, что ты создаешь, должно быть по качеству сделанного драгоценностью. Тебе нужно научиться создавать драгоценности. То ли это будет драгоценность, которую ты передашь кому-то как качество, то ли это будет вещь, то ли это будет образ, это неважно. Тебе нужно научиться создавать драгоценность. И для этого тебе придется пересмотреть отношение к себе, отношение к тому, что ты делаешь, отношение к людям. И то, как ты готова это делать, и что ты готова вкладывать в свою жизнь, чтобы это происходило. Он говорит, мастер волшебных вещей. Хочу обрести уверенность, как это добиться. Он говорит, что мужчина или женщина, чтобы развиваться, они должны развивать свою волю. Так или иначе, пока у человека нет воли, он не может ничего значимое создать. Никто за него не будет это делать. Когда для человека это кармически важно, то его ставят жесткие условия, и он вынужден ее развивать в сложных ситуациях. С кармической точки зрения тебя в жесткие условия станет не будет. Твоя кармическая ситуация более мягкая, без жесткой динамики. Если ты сама этого не хочешь, то жесткой динамики не будет. Если ты хочешь развить свою волю, ты должна развить себе личную силу, физическую силу, психическую стабильность. И веру в то, что ты, как Божье изобретение, способна сотворять что-то, в чем будет видна печать Бога, явная или скрытая. Он говорит, что твоя жизнь должна быть, твоей жизни должна быть какой-то очень мощный механизм, который будет пробуждать твой дух, твое физическое здоровье и твою целеустремленность. Этот механизм тебе надо будет найти. Он говорит, что что касается тебя, то тебе несколько раз давали возможность на него выйти, ты проходила мимо. Он говорит, что ты чего-то боишься или не принимаешь решения, это твои личные проблемы. То есть выбор ты должен делать сама, стремиться ты должна сама. А сам механизм в доступности у тебя был некоторое количество раз. Тебе несколько раз его подкидывали, ты проходила мимо. Тут нужно научиться быть внимательным и иметь волю и характер принять то, что есть, и научиться этим пользоваться на тех условиях, на которых эта традиция, технология передается. То есть эти механизмы, они есть. И то есть что касается тебя лично, то тебе их периодически подсовывают. Несколько раз тебе подсовывали то, что некоторые обычно ищут с большими усилиями. То есть у тебя есть кармическое позитивный статус тогда, когда тебе ну как бы подбрасывают социальные подарки. И тебе, чтобы их получить, нужно меньше сосуетиться. Но чтобы их увидеть и взять, надо использовать личные качества и совершать внутренние волевые решения. А это твое личное, никто это за тебя не делает. То есть есть мощный механизм, и этот механизм периодически в зоне твоей достигаемости. Говорит, если ты поставишь себе задачу, это будет происходить, как и происходило и прежде. То есть тут тебе нужно быть а. внимательный, б. целенаправленный, и ц. в нужный момент принимать решение, независимо от того, что тебя тяготит, гложет, независимо от твоих сомнений, печалей, сложностей, это твоя борьба, независимо от того, что ты женщина, в какой-то степени ты должна будешь проявлять характер и волю. Это прежде чем механизм начнет работать на тебя, этот механизм нужно запустить. Говорит, можно пользоваться потенциально опытом других, но изначально, запустив этот механизм, ты сможешь на его базе все построить. Говорит, я сейчас не дам тебе конкретную практику, где ты будешь стоять на одной ноге и махать руками в воздухе, что-то кричать, но эти технологии есть, и они доступны. Благодарю. Правильно ли я поступил, перевез свою жену, сына в Москву, оторвал жену и сына дома отработают, учебу? Он понял твой вопрос, он понял. Он говорит, ты их перевел не просто так, в этом была серьезная причина. Он говорит, может эту причину раскрыть, но ты, как он видит, сам ее понимаешь. Есть те, кто готовы воевать на поле боя, а есть те, кто готов поевать за свое счастье, за счастье других в другом пространстве. Это твой выбор. То есть каждый для себя выбирает место родину, где он сам реализуется. Никто не будет себя судить строго за то, что ты покидаешь одно место и переезжаешь на другое место. Тебя будут судить за то, что ты непосредственно делаешь и к чему ведут твои поступки. Он говорит, ты, как глава семьи, имеешь право делать главный выбор. Ты несешь ответственность за свою жену, за твоих детей, за их потомков, и даже в какой-то степени за младших родственников, но в меньшей степени. Он говорит, что тебя ждут реализации важной программы. То есть если ты эту программу реализуешь, это будет самое важное. То есть не важно, где ты это делаешь, важно, что ты делаешь и как, насколько ты это реализовал. Второй вопрос. Правильно ли я выбрал свой жизненный путь, став массажистом? Как найти свою путеводную ниточку, чтобы стать высококлассным специалистом? Он говорит, что ситуация с тобой похожа на ситуацию с человеком, который задавал подобный вопрос. Тебе нужно выходить с уровня самостоятельного ребенка до уровня мастера. Выходить на принципиально другие технологии. Технологии принципиально другого качества. Для этого тебе придется так же, как уже человеку, которому давался ответ, использовать более совершенные технологии, работать по-другому. Твоя задача искать принципиально другую технологию, но иного качества, иного уровня. Он говорит, что тебе придется от многого отказываться. В отличие от человека, который был, тебе придется много от чего отказываться, чтобы на этот уровень выйти. То есть ты будешь готов, ты должен быть готов к очень серьезным переменам и принять решение по изменению многих вещей, как внутри тебя, так и вокруг. Для твоих перемен потребуется очень много воли. Тебе, возможно, некоторые вещи покажутся странными и страшными. Тяжело. Тебе, лично для тебя, понадобится очень много волевого выбора. Твоя задача также выходить на кончительно новый уровень и не рассматривать массаж как работу. Это как базовую точку, как базовую профессию. Он говорит, что эту профессию можно вывести на принципиально новый уровень, где это будет уже называться не массажем, а каким-то более цельным и более значимым понятием. Он говорит, что массаж – это частичка от какой-то более целостной системы. У вас в обществе сейчас появляются такие ситуации, когда профессия делится на части, и одну и ту же профессию делают несколько разных людей. Вопрос в том, что... В этом есть положительная часть и отрицательная. Положительная то, что маленькой части легче научиться на хорошем уровне, а плохая, что человек не понимает системности выполняемой работы и не способен довести принципиальную работу до конца. Не всегда эти люди сходятся вместе и выполняют эту работу совместно, но целостно. Получается так, что вы вроде как ремонтируете какой-то объект, но частично что-то изменили, но принципиально не поменяли. Машина, у которой есть, предположим, принципиальная проблема в двигателе, и йогат ремонтирует, но до двигателя так и не добираются. Он говорит, что тебе придется очень серьезно делать выбор жизни, и очень... Для тебя это будет, возможно, очень сложно. Тебе, кажется, сталкиваться с вещами, которые раньше для тебя были либо вообще неизвестны, либо далеки. И те перемены, которые тебе потребуются для этого выбора, будут очень кардинальными. Тебе, говорит, придется гулять. Он говорит, тебе придется манипулировать, гуляя по маленьким камням над лавой. Причем делать это очень искусно. В твоей жизни будет в этом плане очень много сложного выбора и очень много тонкого маневра. Именно через эти технологии лично тебе будет легче добиться успеха. Он говорит, сейчас ты выполняешь, ты работаешь не по профессии, а по отдельной части от профессии. То есть ты сейчас пользуешься не системой, а одной из составляющих профессий. Если ты пользуешься одной этой составляющей, ты серьезно не выйдешь на какой-то серьезный эффект. То есть у тебя возможности есть, но твоя борьба, твои перемены, твои затраты психически-духовные будут достаточно большие. Он говорит, что вообще, чтобы тебе быть успешным, тебе нужно работать на грани своих возможностей. Кто мне подскажет, ванненхранитель, ведущий? Он говорит, что как только ты ставишь себе серьезную задачу, как только ты показываешь, что ты способен на что-то серьезное, к тебе кто-то прикрепляется, какой-то там курьер, кто-то, кто тебя отслеживает. Как только в тебе начинает что-то серьезно открываться, приходит тот, кто помогает тебе использовать технологию. Он говорит, что когда приходит какой-то серьезный учитель, начинает что-то учить, он не делает это сам. Приходят специальные сущности, которые как бы премьем, они прикрепляются к тому человеку, который он учит. Чем серьезнее учитель относится к ученику, тем более серьезно в него инвестируются на тонком плане ресурсы. Он говорит, что это будет доступно при твоих соответствующих усилиях. Он говорит, поставь для себя значимую задачу, будь готов к серьезным переменам, и это в твоей жизни будет происходить. Он говорит, что тебе все равно придется двигаться и искать, но это станет возможным. В человеческую жизнь приходит то, в зависимости от того, какие он планы ставит и как он видит свое будущее. Чем меньше планка, тем меньше в человека вкладывается. Какая основная задача этого воплощения, и есть ли миссия у моей души? Он говорит, что твоя миссия – научить вокруг себя создавать гармоничное пространство и делать это мастерски. Но сначала, прежде чем ты начнешь это делать, тебе нужно учиться внутри себя создавать это пространство. Как только внутри себя ты создашь эту гармонию, ну, очень серьезную и сильно развитую, ты в дальнейшем научишься вокруг себя. Твоя задача кармическая – научиться создавать очень гармоничное пространство вокруг себя. Как ты это будешь использовать в обществе – это твой личный выбор. Будет это твоя профессия, увлечение, будет это касаться только семьи. Это принципиально не имеет значения. Вот твоя кармическая задача – научиться создавать вокруг себя значим гармоничное пространство. И все это будет начинаться с твоего внутреннего состояния. Он хочет добавить, что если это состояние будет сильным, ты сможешь менять и тех людей и близких, которые будут рядом с тобой. Но именно через твое внутреннее качество и именно через свое внутреннее состояние. Над этим придется поработать. Скажите, а привязанность к формам в чем у меня выражается? Он говорит, что форма нужна для того, чтобы изменить что-то в окружающем мире и в себе к лучшему. Сама по себе форма не имеет значения. Он говорит, бриллиант, который не способен развиваться, который не способен изменить вокруг самого себя и окружающего мира, он бесполезен. Все, что существует в окружающем мире – это механизм к улучшению чего-либо. То есть цель является не предмет, вещь, а то его качество и способность изменять что-то, изменять к лучшему. Пока ты воспринимаешь предмет как цель, у тебя есть проблема. Когда ты понимаешь, что это средство гармонизации пространства, внутреннего или внешнего, появляется возможность этому механизму работать. Это принципиально важное понимание. Приветствую. У меня тоже вопрос о моей задаче в этом воплощении. И даруется ли мне возможность лечить людей? Он говорит, что кармически тебе придется выйти замуж. И тогда, когда ты выйдешь замуж, у тебя появятся определенные способности. Он говорит, что это связано еще с использованием твоей сексуальной энергии. Он говорит, что сексуальная энергия у человека – это не просто игрушка, данная ему для получения удовольствия. При правильной реализации она помогает раскрывать кое-какие творческие способности. Он говорит, что твоя реализация будет происходить через раскрытие этого их творческих способностей. Причем, он говорит, потенциально это может быть очень широкая сфера. Для тебя очень важна семья и компания. Ты тот, кто должен работать в команде. Благодарю. И не могли бы вы прокомментировать мою кармическую ситуацию с моим братом? Он говорит, что есть какая-то часть, которая касается относительно тебя, твоего брата. Глубоко залезать в кармическую ситуацию у брата он не будет, поскольку, чтобы отвечать на эти вопросы, этот человек должен быть здесь. Есть личное пространство и личная карма. Из-за него может отвечать родители в определенном возрасте ребенка, либо сам человек. Что касается твоего брата, он в своей жизни очень легко относится к выбору. И для него... Он не серьезно относится к жизни, и у него нет серьезной цели. Это основная сейчас его проблема. Он говорит, играет. Вот его форма ответа. Благодарю. И последний вопрос. Что мне нужно осознать и изменить в себе, чтобы встретить того человека, через которого я продолжу развитие. С вами благодарю. Он говорит, он предлагает тебе форму, стань прекрасной царевной. И прекрасная царевна, это не только красивая внешность, это умение двигаться, умение производить красивую энергию, быть интеллектуальной, душевно развитой. Как только ты вырастаешь на этот уровень, тебе притягивается тот партнер, который может это сделать. Он говорит, несмотря на то, что хороших мужчин мало, каждый человек получает то, что он заслуживает. Тебе нужно в этом плане подниматься и работать. Он говорит, сейчас ты работаешь с его точки зрения недостаточно. Он говорит, у тебя есть возможность, у тебя есть очень много ресурсов для того, чтобы изменить. Из всех присутствующих, наверное, у тебя самый большой ресурс для того, чтобы в будущем создать что-то большее. У тебя еще очень много впереди. Какова кармическая ответственность за кастрацию животного? Он говорит, что он на этот вопрос уже отвечал. Он может только добавить то, что ты производишь в отношении других, то будет возвращаться по отношению к тебе. И чем значимый объект для Бога в данном случае, тем больше ответственность за совершенное действие. Хочу попросить рекомендации для того, чтобы быстрее идти по эволюции. Он говорит, это личные советы, и лично тебе придется перешагивать через некоторые вещи в тебе. Он говорит, тебе и так запущено огромное количество процессов, огромной мощности, но тебе придется и перешагнуть через свою личность и научиться жить на принципиально другом уровне сознания. то есть, он назвал бы это скачок сразу через несколько уровней. Когда в тебе это произойдет, ты лично для себя поймешь, что ты уже другой человек. Как будто будет что-то наподобие перерождения. И сейчас от тебя потихонечку ждут этого перерождения. То есть, ты подготавливаешься к скачку. К огромному скачку в духовном, психическом, эмоциональном, во всех направлениях. К скачку тебя готовят. Либо ты скачок сделаешь, либо будешь ждать. В тебе огромное количество процессов идет, но самое важное произойдет тогда, когда будет этот скачок. Вообще, в твоей жизни все значимые проекты связаны со скачками. Ты можешь их следить сама. То, что было в твоей жизни, ты можешь следить, вспомнить сама. Какие качества характера мне нужно на себе изменить? Какие развить для дальнейшего развития и эволюции в этом воплощении? Он говорит, в первую очередь, тебе нужно понимать свою важную задачу. Научиться собраться, научиться быть более волевой, целеустремленной. И лично тебе нужно каждую свою жизнь понимать, что у тебя есть самая важная задача. Ты ее помнишь, принимаешь решение. То есть, рядом с тобой будто бы висит некий ангел, который тебе шепчет, что тебе нужно жить в таком качестве. И вся твоя жизнь, каждая твоя секунда, этим качеством наполнена. То есть, ты должен про это помнить каждый момент твоей жизни. В этом состоянии ты сможешь все поставить на свои места. Это как бы такой механизм, который для тебя важен. Если ты этот механизм используешь, то тебе будет легче реализовывать то, про что уже говорилось в отношении тебя. То есть, твоя основная задача тебе была уже сказана. Какие будут рекомендации именно в каком направлении двигаться для моей эволюции? Он тебе, в принципе, ответил на твой вопрос в первой части этого вопроса. В первой части как раз тебе про это говорилось. Он говорит, может повторить, но научитесь очень внимательно слушать, что вам говорят в первой части предыдущего вопроса. Тебе ответили, что тебе нужно сделать. Он говорит, может тебе повторить, если тебе это сложно. Но он, в принципе, ответил тебе на этот вопрос уже в первой части предыдущего ответа. Что я могу сделать в этом воплощении, чтобы изменить свою карму? Он говорит, что пошла такая тенденция, что начинают задавать тот же самый вопрос, который уже задавался. Он говорит, ты делала вещи, которые тебя огорчают. Это сейчас сильно тебя тяготит. Это во многом формирует сейчас твое ощущение мира, отношение к себе и некое чувство скорби внутри себя. Он говорит, начинай делать то, что будет противоположно тому, что ты делала. Если ты где-то отнимала жизнь, теперь начинаю давать. Говорит, что как волна создает действие, противоположная волна балансирует ситуацию. Выбери форму, как ты это будешь делать. То есть выбери объекты, выбери среду, выбери способ. То есть неважно, что ты будешь конкретно делать и что ты именно выберешь. Даже неважно, как ты будешь делать. Важно результат, твое отношение и соотношение количества-качества. То есть ты, если создал какой-то груз, то нужно сделать работу, которая будет соразмерна ему. В этом плане твоя задача противодействием изменить то, что было к лучшему, сформировать в своем сознании понимание то, как нужно жить, что нужно делать, и так, чтобы твоя работа была для тебя радостью, а не скорбью и сожалением. Благодарю. Какова моя программа максимум на эту жизнь? Он говорит, хороший вопрос и хороший ответ. Ну, стань Богом-человеком. Он говорит, что это выглядит немножко, может быть, смешно со стороны людей, которые живут в земных условиях. Но стать Богом-человеком – это реально. Он говорит, что йог, который не зависит от среды и в большей степени измеряет среду к лучшему, чем к худшему, частично является Богом-человеком. Он говорит, стань полноценным йогом, так, чтобы каждый, кто приходит к тебе, уходил с чувством радости в душе. Как только ты выйдешь на этот уровень, ты уже частично становишься Богом-человеком. Учись преобразовывать пространство за счет внутреннего потенциала. Не потому, что ты добрый, веселый, у тебя хорошая харизма, а за счет того, что твой внутренний потенциал, то, что ты делаешь, то, как ты это делаешь, может изменять каждого, кто приходит в твою жизнь. Он говорит, волшебная рука, раздающая подарки. Дай, пожалуйста, какие-то конкретные рекомендации. Доведи до совершенства все системы, которые ты используешь в своей жизни для обучения, для самореализации. Вырасти из себя Бога во всем отношениям. Вырасти из себя Бога человека из всех систем, которые у тебя есть. Благодарю. Какие кармические ограничители у меня есть в отношениях с отцом, и как мне это отработать? Научись выбирать то, что не только приносит прибыль и некоторое эмоциональное удовольствие, а то, что помогает миру становиться лучше. Сотворяй что-то, что делает мир райским подобием. Научись это делать так, чтобы это тебе приносилось и удовольствие в жизни, и материальный доход, и душевно наполняло тебя. Чтобы это стало не просто смыслом жизни, но это стало полноценной сферой самореализации. Очень важно не только, что человек выбирает, а к чему приводит его действие. То есть можно вокруг себя создавать пространство, можно в этом пространстве что-то менять, а можно пространство разрушать. И от того, каков баланс сделанного, и состоит твоя карма. Ну, карма любого человека. То есть научись для начала создавать, научись создавать это совершенно, научись получать удовольствие от того, что ты делаешь, научись учиться, как это делать, научи других это со временем, создавая вокруг себя команду, станет творцом и творческой самореализующейся личностью. Многие вещи начнут раскладываться по полочкам, в этом случае сами. Ну, говорит, приблизительно, дорога она такая, в высшем смысле слова, в высшем понимании вопроса. Он говорит, что он готов давать короткие пояснения вот сейчас в данном формате, если что-то не уложилось принципиально. Какие мои качества мешают мне осуществить действия в этом направлении? Он говорит, лень. Ты неправильно используешь механизм боли, недостаточно правильно используешь механизм боли, и тут тебе нужно научиться творческому поиску. Если ты научишься творческому поиску, многие вещи у тебя начнут хорошо получаться. Он говорит, все эти вещи можно наработать. Он выделил бы эти три качества, их на самом деле больше, но для начала достаточно отработать самые основные. Он говорит, еще такая упоминание, как воля к победе. То есть, если у человека есть серьезная воля к победе, хотя бы более-менее правильный вектор, все остальные задачи решаются. Но это такие принципиальные вещи, и он не будет их подчеркивать, потому что, если есть воля к победе, то уже про остальное уже нужно говорить в другом формате. И с волей к победе сложнее. Вот эти три вопроса, если они будут отработаны, то можно уже сформировать их в воле к победе и все остальное. У каждого человека в жизни есть разный подход к самореализации. У священника свой подход, у воина свой, у мастера свой, у человека-посредника свой. и в конечном счете они могут выглядеть очень похоже, но у каждого есть свои способы, которые более близки его природе, его структур, его сознание. Он дает советы, исходя из вопросов того, кто их задает. что близко моей природе? Какое направление? Он говорит, ты тот, кто любит искать и преобразовывать то, что находят в более ценное. Короткий ответ на вопрос. В остальном тебе нужно подумать самому. Благодарю. Я бы хотел узнать насчет моих детей. Если у них какая-то тяжелая карма, по прошлым воплощениям, что нужно будет в этой жизни, скажем, очень сложно отрабатывать. Если есть, то какая? Он говорит, что очень сложного он не видит, но есть общечеловеческие вещи, которые недоработаны. Он говорит, что у твоих детей еще очень много возможностей и своим примером ты многое поможешь им изменить. Он говорит, у мальчиков очень важно выливая позицию очень тонкой четкое понимание цели, а у девочек нужно понимание того, что она должна научиться создавать пространство. Он говорит, мужчина как лидер создает идею, а женщина как хранительница создает пространство. Если в семье рождаются и мальчики, и девочки, это означает, что внутри семьи на тонком плане есть определенный баланс энергии. если рождаются только мальчики, это означает, что общая задача семьи научиться действовать и преобразовывать мир. Если рождаются только девочки, это означает задача переосмысления и создания пространства. Он говорит, у твоих детей есть такие основные задачи научиться эти вещи делать. Он говорит, что твои дети еще не вышли на тот возраст, когда они все до конца будут понимать. Когда они еще немножко позрослеют, эти вопросы начнут раскрываться. первое и самое важное, то, что нужно вложить в своих детей, это научить мальчика быть волевым и целенаправленным и четко понимать, куда человек может идти, как. А для девочки понимание того, что есть принципиальная цель и научиться формировать пространство как внутри себя, так и вокруг. Особенно, когда дети маленькие, это, наверное, самое важное, что им нужно дать. Хорошо. Я вчера прошел процедуру раскрещивания. Не навредит ли это вообще моей семье, моим детям? Если навредит, то как можно себя защитить? Он говорит, что если у тебя сидит пиявка и сосет с себя кровь, он говорит, что если взять пиявку как паразита, удаление пиявки, он говорит, является ли для тебя проблемой? Для меня. Он говорит, если на тебя сел слепень, муха, комар и сосет с себя кровь, удаление этой мухи или комары является для тебя проблемой? задает вопрос но если удалят то нет ну ты ситуация в которой ты попал она аналогично то есть ну им это точно не навреди да он говорит что он не сталкивался со случаями когда это кому либо намредила он он значимая сущность в космосе древнее существо он не сталкивался такой ситуации чтобы это когда-либо кому-нибудь навредила в принципиальном смысле вопросу понял благодарю у меня есть близкий человек и я хотела бы узнать какие у меня кармические связи или завязки с этим человеком говорит очень простой совет научись слушать свое сердце и очень глубоко чтобы тебе услышать и находиться в очень гармоничном состоянии станет глубокого спокойствия тебе как творческому человеку вообще нужно учиться очень глубоко себя слушать первое это уметь собираться во вторых научиться себя слушать и эти ну уметь и умение ответят на все твои вопросы то есть ты сама сможешь себе на них ответить это в твоей жизни будет происходить достаточно ты на все эти вопросы будешь отвечать сама понятно можно еще уточнить какие будут последствия общения с этим человеком он говорит что большинство людей которые тебя окружают в социуме есть проблемы и то что ты от них можешь получить это что ты не можешь подцепить это определенный баланс и тебе нужно стараться меньше подцеплять и больше получать при возможности это внутри тебя должен быть определенный мир гармония баланс правильный характер ты должна научиться вокруг себя преобразовать пространство во что-то более более совершенно и это за этого внутреннего состояния твоего внутреннего настроя говорит что ты не избежишь общения с этими людьми тебе нужно научиться общаться так чтобы ты их преобразовывал к лучшему и запускала в них позитивные вопрос процессы и тогда отрицательное тебя не будет значимо влиять то есть уточню возможен такой вариант что социуме я общаюсь с близкими или с друзьями и не цепляю от них то что разумеется зависит от его уровня развития разумеется чем большим потенциалом ты обладаешь тем меньше опасность от агрессивной среды извне он говорит никто из вас не живет абсолютно безопасной среде научиться быть независимость от агрессии извне это одна из задач эволюции совершенный человек он 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 независим от от опасности извне то есть внутри опасности нет опасности извне он фактически независим повторю дайте пожалуйста общие рекомендации для моего развития он говорит что с его точки зрения многие вопросы они повторят повторять предыдущий он говорит творческая форма саморазвития и выливая позиция к творческому самовыражению встраивать такой ответ как-то по подробнее он говорит выбери направление в котором ты могла реализоваться и собери себе команду благодарю я тоже хотел попросить персональные рекомендации для дальнейшего более вы говорите давай вопросы они говорят о том что ты хотел бы дайте пожалуйста персональные рекомендации для ускорения развития эволюции он говорит что тебе нужно научиться какого-то особому качеству чтобы что-то ты делал мастерски какое-то особое умение в котором ты был бы мастер и с помощью этого умения ты исследовал себя и с помощью этого умения ты общался с окружающим миром говорит такая вот немножко завалированная завалирован ответ если ты его реализуешь что механизм будет работать это конкретно тебе более говорит позиция и умение мастера в решении вопросов благодарю мне такой вопрос кто я и кем был в прошлой жизни держит поддерживал социальную активность он год у тебя есть способности у тебя неплохо работает голова у тебя правильная духовная ориентация то есть ты ну ты уровень общения с миром у тебя как у хорошего человека этот вопрос нужно доводить до реализации того чем мы говорили в первом твоем вопросе решаешь первый свой вопрос начнется решаться и то о чем сейчас идет речь твоя кармическая задача была в решении тех вещей которым уже сказал что конкретно то тебе придется научиться использовать свою волю научиться быть целенаправленным гибким использовать те технологии которым но твоим противникам сложно противостоять благодарю в какой области не лучше реализовываться развиваться он говорит что он бы предпочел отвечать на принципиально принципиальные вопросы они ну повторять свой ответ он просто вынужден быть повторить то что он уже сказал на этот на этот вопрос в принципе ответ был уже дан а как мне найти работу радость для начала разберись то чтобы ты хотела бы делать что что тебе было бы в радость и научись это делать так хорошо как не умеют делать другие научись верить в себя научись правильно оценить результаты своего труда научись правильно подавать то что ты делаешь очень многое зависит для тебя будет зависеть от уверенности в себе и в свои силы могу ли я развить экстрасенсорные способности он говорит он не видит ни одного человека среди присутствующих который бы не мог я бы хотел бы уточнить очень много школ пройти которые невозможно очень много книг новых методик не просто тоже невозможно вот какие лично для меня рекомендации там медитации там питание еще там что-то говорит ищи совершенные технологии когда-то в твой к тебе приходит какая-то технология для себя оценивать насколько она совершенно и у тебя есть ощущение что она совершенно и ты используешь если ты сомневаешься что она совершенно у тебя нет не достаточно фактов чтобы так классифицировать ты идешь дальше ищешь что-то новое он говорит что ощущение о совершенстве это тогда когда впечатление о том что ты видишь оно большое достаточное то есть в этом человек может разобраться сам ну еще вопрос по поводу семьи жена ребенок он говорит в чем суть этого вопроса ну как сына сложится здесь жизнь жену и отношения у меня такие не склонны он говорит тебе нужно переходить на другой уровень общения у каждого человека есть позиция по отношению к окружающим что он вкладывает в отношении что стремится если в душе человека любовь целеустремленность и вера в победу то можешь преобразовать все что угодно говорит есть принцип на котором основывается отношений что в них вкладывается если ты вкладываешь в отношении высшей формы человека разумного ты получила от отношений то что ты хочешь или ты вкладываешь это недостаточно то будет определенные проблемы эти эти проблемы происходят значит ты вкладываешь недостаточно независимо от того каким уровнем развития соответствует твой партнер говорит бывает ситуация когда мы выбираем партнеры которые ленивы к развитию и в этом плане нужно делать очень серьезный выбор либо их поднимать либо их менять всего скажите пожалуйста кармическую ситуацию моего мужа и хотелось бы узнать почему в работе так тяжело ему все дается во первых склонность жадности во вторых у него порабощен дух ему нужно найти для себя путь где он будет чувствовать душевную духовную свободу во вторых ему нужно научиться правильно целенаправленно использовать свою волю он говорит это позиция победителя и позиция разумного человека то есть этих двух позиций у него в плане в этих двух позиций у него не достаточно во мне много позиции жертвы и он склонен к инерции я могу помочь ему как-то говорит но это одна из важных твоих задач поскольку ты выбрала его себе как близкого человека либо ты его будешь поднимать либо тебе со временем будет с ним жить все тяжелее и тяжелее так и другой у меня вопрос скажите как правильно совмещать развитие и повседневные дела сколько вообще надо уделять этому времени он говорит что все что происходит в твоей жизни должно быть элементами развития вот это как в идеале и на этот уровень надо стараться выходить и тебе лично в том числе он говорит он говорит от уборки пола до интимных отношений с партнером все абсолютно говорит все скажите а я правильно выбрала способы получения новой информации он говорит ты будешь искать ты будешь пробовать у тебя что-то будет более успешно что-то менее успешно если ты будешь с этим работать то тебя будет приходить успешность но успешные вещи говорит у тебя сейчас идет подъем то есть у тебя сейчас он видит много положительного в твоей жизни говорит держи так и не теряй веру в себя он говорит у тебя есть явные хорошие перемены то есть они 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 видны то есть ну на твоей серенькой ауры начинают начинают рисоваться красивые ну уж и яркие цвета сразу еще хочется спросить а какая чакра у меня ведущая и может быть какая плохо работает он говорит тебе вообще нужно все всем заниматься в этом плане начиная с самого нижнего он говорит не видит чего-то особо очень сильно развитого что касается проблем то это но то что как бы ярко на поверхности тебе нужно нужно научиться находить себе творческий потенциал и правильно поднимать это связано сердечный чакрой в принципе и и частично связано с правильным с правильной реализации сексуальной энергии говорит независимо от пола эта ситуация работает именно так говорит причем это делать не механически а с точки зрения человека знания какова кармическое состояние той территории которая сейчас называется россия какую главную задачу проходят ее жители и безопасно ли будет на этой территории ближайшие несколько лет он говорит он скажет немного пафос на это как куча драгоценностей засыпанная мусором но дело в том что эти драгоценности они живые и если эти драгоценности кое-чего не осмыслит то они останутся погребенные под кучей мусора то есть перспективы очень большие у меня тяжело болен отец и мне не удается донести до него практически ничего дайте какие-то рекомендации если смысл помогать в такой ситуации он говорит выйди на уровень богини ты будешь управлять его сможешь разумно управлять его сознанием у него будет серьезные проблемы самомнением какой мы главный жизненный урок моя главная проблема предназначения он говорит тебе бы хорошо научиться пробудить свой дух и поставить правильный вектор ну к твоей жизни все как ну он видит свою жизнь большая часть его размыто и безвекторно то есть он что-то говорит сейчас стало появляться много в целом он не видит достаточно явного и раскрытого вектора и ну твой дух он сейчас замят тебе сейчас тебе нужно раскрыться и стать целеустремленным потому как ты раскроешь и станешь целеустремленным изменится все включая твой внешний облик он говорит что вот третий круг вопросов будет последним скажите пожалуйста в чем причина моего одиночества и кармическая ли это отработка или я сама видна вода и то и другое от отношения к окружающим от требования к окружающим от внутреннего потенциала и внутренних качеств когда это все доводится до баланса то появляется то что человеку нужно говорит он говорит наверное самое важное это внутреннее внутреннее состояние и отношение к окружающим вот когда ты доведется до баланса начнет притягиваться то что надо он говорит и будь осторожна к претензиям противоположного пола то есть должно должны быть разумные требования но не должны быть претензиям то есть такое слабое место я бы хотел узнать по поводу своих детей еще раз я пробовал не к некоторые техники которые скажем так связаны с предназначением человека я бы хотел узнать если у моих детей что-то особое что они должны сделать в этом воплощении или это я просто себе нафантазировал может быть как куда-то ушел в сторону используйте он говорит есть здравые зерна в том что ты ковырялся задача родители показать ребенку как можно соревновать сам самореализовываться и на что в жизни нужно опираться дать основные идеи основное понимание как мужчина как женщина сам реализуется помочь ребенку выбрать направление в том возрасте когда он формируется поскольку многие процессы они формируются в детстве ты родился воином то пытаться делать из ребенку из такого ребенка например священник или ремесленник для большая опасность он все он себе дизорганизует очень важно и уже наработанной энергии то есть он не проживает свою жизнь для человека важно понять ребенка также по нужно понять свой потенциал направление в котором нужно реализовываться в этом плане ребенку нужно пробовать а задача родителя этим и эти вещи ему показать есть ответственность отца перед детьми есть ответственность матери отец должен формировать дух дух мужчины и духа девочки то есть осознанное стремление к реализации матери это сложно дать а мужчина это может но он может тогда когда в нем самом это уже есть хорошо я крестная у ребенка и хотела узнать как мне компенсировать эту процедуру этому ребенку и какую ответственность я за это буду нести он говорит само понятие крестный то есть родственник который отвечает за ребенка в случае утраты родителей она не имеет никакой отрицательной формы вопрос том что христианство это может делаться так что на ребенка и на его крестного наносится какое-то ущербное воздействие он говорит что идея о том что ты дополнительно опекун своего какого-то родственника это нормальная идея и нужно формировать мысли образ том что ты не являешься каким-то христианский христианский обусловленным обязательщиком выполнение какой-то христианской процедуры ты являешься в семье покровителем своего близкого родственника в той степени в котором ты считаешь что ты можешь это делать само по себе понятие опекунство это нормальное понятие и в тяжелые времена это ну было очень распространенное явление что касается негативного воздействия можно снять теми или именными процедурами для этого есть технологии важно твое понимание отношение к этому не связывай свое свое опекунскую позицию с христианской церкви то есть отношение может остаться а форма реализации может естественно благодарю и последнее можно какие-то мне посоветовать на что мне сейчас нужно обратить внимание ближайшее время в эволюции соберись хорошенечко соберись и не переставай верить себя ты периодически периодически теряешь веру в себя он говорит если у тебя что-то не получается это не означает что ты не у тебя нет таланта и или ты не можешь сам реализоваться специально создаются ситуации проверяя человека на его силу духа у женщины тоже должна быть сила духа и уверенность в себе тебе есть не такая склонность к пессимизму и к склонность расстраиваться то есть ну ты похожи на ребенка которому не удалось сделать то что делают другие дети сильно расстраивается как если что-то не удалось сейчас можно это сделать несколько позже а потенциал для того чтобы реализоваться у тебя есть и он явный благодарю какова кармическая ответственность за то что приводишь ребенка в церковь и крестишь его своего или чужого такая же ответственность если ты ведешь кота на кастрирование приблизительно такая же не могли бы вы более подробно обозначить область деятельности в которой мне нужно становиться мастером он говорит что право выбора это твое он может сказать о твоих склонностях например и качества которые у тебя есть которые можно использовать да прошу он говорит что вообще человек должен выбирать то что ему делать интересно и из того что мы делать интересно нужно делать свою профессию он говорит у тебя есть хороший потенциал к общению и хорошее умение 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 усваивать информацию вот совмести эти вещи и сделай себе профессию если тебе нужен его такой общий совет он для тебя выбирать те профессию не будут да не рассчитывай на это понял благодарю причина отсутствия желаемого достатка работать надо побольше и серьезнее относиться к себе и к своей жизни будешь больше работать будет больше достатка и вообще нужно искать более совершенные технологии и более творчески подходить к вопросу говорит можно бороться а можно работать то есть работать над собой на средой на своим сознанием можно бороться и счастья трудностей их и при 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 одоле одолевая эти трудности он год но лучше работать собой и на средой все можно исправить это все что сейчас тебя не устраивать может быть исправлено говорит в предыдущем ответе он частично ответил на то что тебе нужно в этом плане делать вот если ты осмыслишь первый твой вопрос то все это у тебя все разложится по полочкам он не видит принципиально те того чтобы тебе принципиально что ты принципиально не могла сделать то есть возможно себя еще есть и она достаточно чтобы принципиально изменить ситуацию последнее время что там не когда стали больше преследовать неудач заработок малый клиентов нет здоровья что-то барахли в чем чем причиной как ты раньше жил лучше среди чем сейчас сейчас твоя среда она будет более денежная но экологически более тяжелая твой вот во-первых во вторых ты взял на себя профессию которая предусматривает набор на себя чужой грязи он говорит чистится ты не умеешь набирать грязи у тебя получается во вторых технологии нужно вводить на новый качественный уровень выйдешь на качественный уровень качество заменит ситуацию своей жизни выйти на качественной уровень можете подсказать говорит технологии надо выбирать более совершенной ты сейчас используешь много примитивную технологию решения проблем он говорит но в качестве профессии качестве помощи окружающим это примитивная технология ну ты как примите используешь примитивную технологию ты получаешь ну относительно примитивный результат доверять вселенной богу как это должно выражаться у человека человек открыт для изменений человек открыт для информации человек осмысливает все то что в твоей жизни происходит он не сожалеет не разочаровывается не ругает кого-то он думать что ему сделать чтобы в его жизни что-то происходило лучше где он ошибался и что ему себе нужно исправить и эта позиция по и по отношению к себе и по отношению к окружающим если человек верит бога то он верит в том что мир к нему справедлив и он даст ему возможность сменить все настолько чтобы он был счастлив и у в человека есть эго человек например может говорить так что бог нему несправедлив и поэтому ничего то нет если у человека чего-то нет то это признак того что он чего-то не делает скажите какая у меня генетика он говорит рассказать твои про генетические проблемы это знать в каком-то смысле тебя опозорить перед окружающими он бы воздержался бы в этом вопросе спрошу тогда какие у меня блоки стоят он говорит что в предыдущем опросе он он рассказал праве и вещи которые позволили тебе с ними справиться говорит человек каждому чеку нужно раскрыться и тебе одно из твоих перво важных возможностей нужно научиться раскрываться как цветок чтобы стать чем-то важным для природы ему нужно раскрыться он может быть полезным будут будучи раском с бутонами но когда он раскрывается он становится чем-то ценным вот тебе нужно раскрыться кроме того что было сказано подчеркнул бы вот эту часть вот научись как цветок раскрываться и благухать у меня сейчас складывается такое впечатление что мир непознаваемый я просто не успею за это воплощение что-то значительное сделать он говорит значительно ты сделать можешь а то чему ты достигешь зависит от твоих усилий тех технологий которые ты будешь пользоваться он говорит ты прожила значимую часть твоей жизни но у тебя еще впереди много времени относительно человеческого срока еще достаточно много то есть в 70 лет можно сделать то что ты не мог сделать 20 в 30 там 40 скажите пожалуйста а вообще сколько сейчас пробужденных людей на земле он говорит на несколько порядков больше чем по к середине в конце того века процентном соотношении он говорит что есть около 10 процентов людей которые явно начали пробуждаться говорит в тех странах где в сам процесс пробуждения идёт в некоторых странах он очень медленный есть 10 процентов людей которые ну значимых регионах которые явно начали пробуждаться и это такой процесс который достаточно активно еще любопытно узнать а сколько ченнеллеров в процентном соотношении сейчас он говорит те кто могут передавать хорошую информацию пока еще немного есть если они очень нужны ты в жизни на такого человека выйдешь если ты не относишься к этому фанатично то ты сможешь отличать но ченнеллера от мошенника и специалиста вот новичка пока таких людей еще немного но будет время когда очень многие будут ченнеллерами ну не в плане профессии а в плане способности сейчас значит если я слушаю разные ченнеллинги я цепляю какую-то негативную иногда цепляешь иногда цепляешь и на мне это не понять да не разобраться он говорит слези за своим самочувствием это первый признак того что происходит любой дискомфорт обычно это признак того что ты что-то цепанула за тем исключением когда это касается твоего самомнения и когда что-то что говорится цепляет тебя за ну например за твое эго во всем остальном когда ты чувствуешь дискомфорт это признак того что ты что-то подцепила благодарю хотела попросить у вас уточнение по моему предыдущему вопросу и удастся ли россии избежать военных действий на ее территории и революция в культурном плане будет происходить сверху или снизу он говорит это происходит одновременно но чтобы помочь человеку чтобы совершить революцию он нужно этого захотеть мы стимулируем это эту ситуацию всеми возможными способами но прежде чем революция с произойдет вовне человек внутри должен быть к ней готов и этот выбор человек делает сам то есть мы за это человека никогда не делаем выбор и не пытаемся но не пытаемся это сделать это принципиально важная ситуация то есть прежде чем что-то происходит вовне это происходит внутри человека революция прежде чем она совершается в физическом мире она происходит в головах людей он говорит но пару вопросов или еще хотите время заканчивается можно узнать кем я был в прошлой жизни что но во мне часто открываются такие способности грамм работы над собой у тебя говорит было даже своя мастерская и ты выпускал своего рода уникальный товар имеющий создавал уникальные действия имеющие некую магическую окраску он говорит предвремии ты это сам вспомнишь он говорит ты немножко был связан с вещами которые являются не скажем так товаром который не является обычным и воспоминание об этом у тебя на уровне ощущение еще осталось он как можно достигать решение проблем спецсредствами иногда это какая-то бытовая техника иногда специальные приспособления которые работают об образом непонятным для окружающим и сделать эти вещи можно могут особые люди владеющие определенными способностями и определенными технологиями технологии это не всегда какая-то промышленная система то есть технологии есть имеющие другой потенциал и другую природу вот раньше таких технологий было больше сейчас как их их меньше то есть в основном используются что-то механическое и промышленное он говорит последний вопрос время пришло кого-то еще есть что-то важное но что он еще не спросил кем я был в прошлой жизни но он ответит так на вопрос чтобы дать и некоторое удовлетворение он скажет что в твоей прошлой жизни было нечто что давало тебе возможность получать удовлетворение от прожитой жизни ты нашел продолжить для себя что-то очень важно что позволяет тебе получать удовлетворение от от прожитой жизни от производимой работы то есть ты умел достигать душевного комфорта у тебя было такое очень большое умение его достигать то есть и ты и этим ты был выделялся ну в обществе среди окружающих он говорит последний вопрос потому что время заканчиваем в самый последний развивать свои тела начиная с физического заканчивая там казуально то есть постепенно развиваешь свои тела могут первое ставишь правильный вектор то есть ты понимаешь ради чего ты это делаешь в чем твоя принципиальная цель и сам по себе факт развития этих тел начиная от физического заканчивая казуально даст тебе все те возможности которых идет речь все что ты умеешь это тела которые ты развил себе начиная от физического заканчивая дехармическим либо еще более тонким кармическое не последнее тело то есть эта работа которую ты делаешь сама то есть никто за тебя это не сделает хочет сказать что ответил на все поставлены вопросом очень высокой глубокой формы и он рассчитывает на то что вы переработать это в своем понимании и научить использовать данную информацию для улучшения вашей жизни он очень рад что вам удалось собраться и удалось дождаться этого процесса помимо тех слов которые вы услышали с вами была произведена работа но вот это не моя ответственность про это рассказывать он желает вам удачи силы воли и целеустремленности не сходите с разумного пути и вы будете платься полноценными детьми божьими он вас приветствует и прощается там с вас снимут конструкция которые остались но вам уже не нужно беспокоиться там сами вопрос решат вам не нужно быть статичными можно то они с вами с ним и и и Продолжение следует...